Мы уже говорили о том, что поток россиян ринулся в Грузию, даже два потока. Первый после начала санкций, второй после объявления мобилизации в России. Я хотел вас спросить, как встречают россиян в Грузии. Мы слышали уже шутки о том, что Тбилиси не резиновый и сдают квартиры только лицам неславянской внешности. Это все в шутку и в доле шутки. Мы помним, как в Москве не сдавали жилье или были проблемы с этим, по крайней мере. Вы понимаете, о чем я говорю. И плюс хочу услышать ваше мнение по поводу видео Ксении Собчак, которая пытается зайти в одно из заведений в Тбилиси, если не ошибаюсь. Да. Ну, Грузия гостеприимная страна. Грузия гостям рады, но гость гостью рознь. Это зависит от того, с чем ты к нам приходишь. Еще раз говорю, я вспоминал про фото 2008 года, когда на той же дороге стояли российские танки, а сейчас стоят граждане России, которые бегут от своей власти, из своей страны. Мы очень хорошо помним, как грузин грузили в грузовые самолеты, вы, наверное, помните, в 2006-2007 год. Когда в школы приходили милиционеры, ФСБшники, вычисляли детей грузин, которые учились и заставляли директоров школ, их отчислять из школы, и поголовно выселяли и депортировали грузин. Кстати, этот суд Грузия выиграла, международный суд, хочу сказать, который еще был инициирован при президенте Саакашвили, этот суд Грузия выиграла. А сейчас они оказались в ситуации, когда приходится скрываться в Грузии от своих же. Но у грузин очень хорошая память. Раз, и грузин очень хорошо знает историю своей страны, и грузин очень хорошо понимает, что сегодня происходит в Украине. Поэтому, если ты приехал в Грузию, будь добр, живи теми правилами, которые уже существуют в Грузии. И Грузия свой выбор уже давно сделала, и уважает этот выбор. Поэтому везде поголовно, куда они приходят, им задают вопрос. Россия оккупант или нет? Крым наш или нет? Так скажем. Если правильно ты отвечаешь на вопросы, если ты не принадлежишь и не обслуживаешь режим России, а не так, как видели, наверное, видео, записанное казахстанскими блогерами, когда подходят к двумя, тоже бежавшим из России гражданам, и они не могут на элементарные вопросы ответить. Вот там один ссылается на то, что он боится, что к нему завтра придут кто-то там, да? А второй ссылается там, типа, он даже не знает, оказывается, в общем, что территория Украины там оккупирована была, да? Поэтому отношения грузин, вы видите, в социальных сетях, наверное, выложено очень много видео, вот, и выложено очень много материалов, поэтому тут говорить не о чем, да? И, кстати, грузинские улицы, дома, украшенные украинскими флагами, их очень много сегодня, особенно в Тбилиси, и не только в Тбилиси, а и в регионах тоже, да? Это делается демонстративно, чтобы показать еще раз тем приезжим из России гражданам свое отношение к войне в Украине и свое отношение к ним. Вот, и требования грузин абсолютно справедливы к любому, который приезжает в нашу страну, чтобы они уважали территориальную целостность Украины, уважали территориальную целостность Грузии, и требуют от них, чтобы они уважали своих соседей. Вот, примерно, примерно, после этого всего, видать, и президент Таджикистана решил, да? Вспомнить о правах, так скажем, своего народа, и попросил уважения к таджикскому народу, да? Ну, скажите про Собчак. Обычные грузины это уже давно делают, и давно делают, вот, и вы сами говорите и видели. Ну, что Собчак, ну, что Собчак, ну, я видел это видео, получил очень правильный, достойный ответ от достойного грузина, и я думаю, что куда бы она ни прошла, вот, и кому бы она ни ввалилась, так же, как она сделала в том случае, да, она получила бы такой же ответ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok